некрасов николай алексеевич филантроп 1853 год читает лев литвинов частью по глупой честности частью по простоте пропадаю в неизвестности присмыкаюсь в нищете место я имел доходное а доходу не имел бескорыстие благородное да и брать то не умел в правянскую комиссию поступивший например покупал свою провизию вот какой миллионер и в защите честность ярая одолела до ногтей даже стыдно вспомнить старое ведь мелуш и детей сожалели по житомиру ты денищем кончишь век и семейство пустишь по миру беспокойный человек я не слушал сожаление в недовольство перешли оказались упущения подвели и упекли совершилось а пророчество благомыслящих людей холод голод одиночество переменчивость друзей все мы бедные изведали чашу выпили до дна плачут дети не обедали убивается жена проклинает поведение гордость глупую мою я брожу как привидение но свидетель бог не пью каждый день встаю ранехонько достаю насущный хлеб так мы десять лет ранехонько бились волею судеб вдруг известие незабвенное получаю письмецо что в столице есть отменное благородное лицо муж которому подобного может быть не знали вы сердца ангельскими злобного и умнейшие головы славен не короны и графскую не приездом ко двору не звездою станиславской у а любовью к добру о народном просвещении соревнуя генерал в популярном изложении восемь томов написал продавал в большом количестве их дешевле пятака выразумить об электричестве в них стараясь мужика словно с равными беседуя он и с нищими учтив нам терпение проповедуя как сократ красноречив он мое же поведение мне как будто объяснил и к взяткам отвращение я тогда благословил перестал стыдиться бедности до лохмотья нищеты не свидетельство зловредности а скорее правоты снова благородной гордости человек самолюбив упование и твердости я почувствовал прилив нам господь послал спасителя говорю тогда жене нашим крошкам покровителя и бедняжка верит мне горем и забвенью предали сколотили сто рублей все как следует разведали и в столицу поскорей прикатили прямо к сроднику не пустил ступай в трактир помолился я угоднику поначистил свой мундир и пошел путем дорогою чтоб участие привлечь я всю жизнь мою убогую совместил в такую речь от того где ныне с голоду умираю словно тварь что был глуп и честен с молоду знал что значит бог и царь не скажу по справедливости невеликий генерал по ребяческой стыдливости даже с правого не брал и погиб я горе мыкаю я работаю за двух но не чаркой вашей книгою подкрепляю слабый дух защитите не заставили ждать минуты ни одной вот в приемную поставили доложили чередой вот идет его сиятельство я срабел чуть жив стою впал в тупое замешательство и забыл всю речь свою тер и лоб и переносицу в потолок косил глаза бормотал лишь о колесицу а деле не аза изумились брови сдвинули что вам нужно говорят нужно мне тут слезы хлынули совершенно не в попад просто вещь непостижимая приключилась а со мной грусть печаль неудержимая овладела всей душой все чем жизнь богата с младости даже в нищенском быту с той поры счастливой радости попросту сказать мечту все что канула и сгинула в треволнениях жизни сей все я вспомнил все прихлынуло к сердцу жалкий дуралей под влиянием прошедшего в грудь ударив кулаком взвыл я вроде ж сумасшедшего пред сиятельным лицом все такие обстоятельства и в мундиришке изъян привели его сиятельства к заключению что я пьян экзекутора холопали попрекнули что пустил и ногами так затопали я лишился чувств и силу жаль одним не осчастливили сами не дали пинка пьяницу с почетом вывели два огромных гайду к словно кипятком ошпаренный я бежал не слыша ног мимо лавки пивоваренной мимо погребальных друг мимо магазина швейного мимо бань церквей и школ вплоть до здания питейного и уж дальше не пошел дальше нечего рассказывать минет сорок лет зимой как я щеку стал подвязывать отморозивших мельной чувство словно как заржавели одолела страсть к вину дети пьяницу оставили схоронил давно жену при отшествии к родителям хоть кратка была весь век попрекнула покровителем точно странный человек верст на тысячу в окружности повестят свой добрый нрав а осудят по наружности неказист таки не прав пишут как бы свет весь заново к общей пользе изменить а голодного от пьяного не умеют отличить мои драгоценные слушатели если вам нравятся стихи в моем исполнении не забывайте ставить лайк и поддерживать канал подпиской искренне ваш лев литвинов